Обновленная DLP-фанель и обновленная Z-Audio. Вот сама Z-Audio, в которую можно вот здесь вот наверху выбирать источник. Из добавленных новых источников есть Bluetooth и оптическое соединение. Вот такие вот порты. Заметьте, есть инфракрасный выход. Так что можно управлять внешними подключенными приборами. Сразу отсюда, не имея дополнительного инфракрасного устройства. Также сенсорная поверхность. Управление громкостью отсюда, управление плейлистами. Play, пауза, следующий, предыдущий. Новый отдел P-панель. Здесь есть быстрые ярлыки для доступа к страничке управления кондиционированием. Страничка управления музыкой. Здесь выбираются источники. Ну, собственно, функциональность примерно такая же, как была в предыдущей панели. Вот это Play, Stop. Это следующий плейлист. Это следующий трек. Это громкость. Также можно переключиться на управление освещением, сценариями. Здесь же есть управление тёплым полом, как и в других панелях. И, собственно, перелистывание кнопочек сделано точно так же. Также в новой ZET Audio, которая называется HDL Music Box, отдельный внешний усилитель. Вот такие вот соединения у него наверху. Два канала по 50 Вт мощности. Два канала по 55 Вт мощности. Разработって про spieltsy. Ириста. Бascокпай. Растоивающая. Продолжение следует...